Уже на Бусти, Голодные игры, Баллада о змеях и певчих птицах и Хранители Зака Снайдера. Хижина в лесу, фильм аж 2011 года, с бюджетом в 30 миллионов и с жиденькими сборами под 70. Поставил режиссер, неважно кто, и молодыми никому неизвестными актерами. И если Кристинку Каннелии и Анку Хатчицан еще можно узнать, то вот этот чувак вообще хрен знает кто и где снимался. Но спустя годы Хижина в лесу, как необычный ужастик, стал настоящей культовой классикой. Ну если так сказать, то к фильму сразу больше интереса проявляют. В общем все началось с того, как непонятно когда, непонятно кто, но люди обнаружили в горной местности логово древних злобных богов титанов, в честь которых нужно каждый год приносить 4 жертвы и помучить одну девственницу. Наша задача умиротворить древних богов. И тогда боги будут всегда в приподнятом настроении и повременят с уничтожением человечества. И поэтому правительство США быстро подсуетилось и на логове богов построило передовой технологический бункер, где также непонятным чудом собрало потусторонние нечисти на все случаи жизни. Походу у них тут в соседнем крыле работает мастер-чиф, Гордон Фриман, Айзе Кларк и палач Рока. Иначе даже не знаю кто и как сумел наловить столько бессмертных злобных тварей. Плюс над бункером правительство еще и построило хижину, куда раз в год заманивают 5 стандартных архетипов и слэшера. Шуха, атлет, ученый, шут, девственницу. Где всех их по очереди и приносят в жертву богам. Просто ловить качка в спортзале, шуху на трассе ученого в Гарварде и клоуна в комедиклабе и приносить богам слишком просто. Куда логичнее заморочиться с поисками так, чтобы все 5 разных по характеру людей были друзьями. Чтобы потом всех разом можно было заманить в хижину якобы на отдых и там. И такая группа людей конечно же находится еще и ровно за сутки, как наступит пушистый зверек всему живому. Вот Дана, девственница, которая любит в трусах танцевать перед окнами. И которая страдает по преподу. Который видимо плату за зачет в оральном эквиваленте взял, а зачет так и не поставил. И подруга поддерживает как может. Профессор гребаный, этого кретина надо приклеить на доску для дартса. И подруга Джулс, в силу своего легенького характера, советует Дане забыть про леденец профессора и переключиться на новый. Ведь специально для нее на отдых берут полуботана Холдена, который учился в Хогвартсе и был чемпионом по квиддичу. Он хороший ловец. Следом приходит организатор поездки Курт. И чтобы сразу было понятно, что он спортик, у него всегда при себе мяч и он всегда готов к броску. Ну и пока Дана ищет штаны, приезжает пятая жертва, прокуренный до мозга костей Марти Немакфлай. Который дует прямо за рулем. Ведь в этой вселенной копы Америки резко все с улицы испарились. Они попросту боятся. Этот живым не вернется. И все-таки Курта где-то я видел. Так, ну-ка. Нет. А может так? Нет. А, все, вспомнил. Вот же кого он играл. Хотел проверить, все ли у вас есть для сна. Да. Как же здесь хорошо в это время года, да? И тихо. Послышите. Пульт от телека. Дайте покажу. Тут есть каналы. Громкость. А если вы захотите пить, в холодильнике есть свежее молоко и... Спокойной вам ночи. Ладно? Он приходил только чтобы показать кубики на животе. И только студентики, которым всем почти по 30 лет рванули в горы, агент правительства докладывает своим. В гнезде пусто. А вы, ребята, любите рисковать и делать все в последний день. Вот если бы Накур попал в аварию. К девочкам приехала тетя на красном паровозике. Холдена вызвал бы Дамблдор. А у Курта сломалась бы Газель. Они бы не поехали в хижину. И к утру все человечество погибло бы. И вот когда на кону существование людей, контроль над операцией осуществляет всего два оператора. Когда тут должен быть штат побольше, чем в центре управления полетами НАСА. Чтобы в любой непредвиденной ситуации, молниеносно реагировать и искать решение. У них едут в хижину сразу пять человек, за которыми нужно постоянно следить, и нужно минимум пять операторов на каждую жертву. Простая математика. Зато есть охранник, от которого толк только в том, чтобы чувак цвета зубов мог повыпендриваться перед угнетенным. Вам понятно, что здесь будет происходить? Я прошел подготовку. Серьезно. Но пройти подготовку и быть готовым не одно и то же. И не забудь смеяться над их шутками. Белые это дерьмо любят. Ну и пока Марти на курдачник сортировал высушенный укроп, а ботан делал то, для чего его взяли, Курт, который супер-мачо, и вообще лидер команды, и главный организатор поездки, не знает, где хижина, и уже успел заблудиться. Надеюсь, это правильная дорога. Ее даже на GPS нет. И даже не додумался взять с собой пару канистр бензина. Ведь даже не доехав до места, у него кончается бензин. Офигенный был бы отдых на природе, если бы в этой глуши закончился бензин, а он еще из дороги сбился. А еще мы хотели дорогу узнать. Да, мы ищем, как называется? Тилимон Роуд. Но повезло ребяткам, что бункеровцы поставили по пути следования шаблонную для ужастика в стрёмную заправку, на которой работает свой чел, цель которого абсолютно бессмысленно позлить и понервировать молодежь, особенно того, кто может одним ударом отправить в кому. Вы нагрубили моей подруги? Ну, это шлюхи. Что ты сказал? По-моему, бензина нам хватит. Но Курт уже нацелился хорошенько поваляться на Джулс, и омрачать свой шпрех МЗДойч уголовкой за убийство какого-то хрена не стал, и все сглатывает. К чему была эта часть сценария бункеровцев, не ясно. Ведь врезал бы Курт разок полуалкашу, алкаш неудачно падает, ловит черепа мозговую, молодежь вызывает полицию, ждет скорую и не доезжает до хижины, а значит конец человечеству. Да мужик их должен был быстро заправить и пожелать счастливого пути, а не козлить и не сбрызгивать им под ноги свои харчки. Еще и бункеровцы заранее включили защитный экран вокруг хижины, работу которого тестирует одинокий, но гордый орел. И вот если бы птичка врезалась в экран чуть раньше или чуть позже, когда ребята выехали из туннеля, и молодежь это увидели бы, то всей операции пришел бы кирдык, а значит конец человечеству. Да и электроэнергии, думаю, щит жрет, будь здоров, так что можно было его включить, когда начнется первая резня, чего впустую киловатты-то жечь. Да и как по мне ехать на пляже Майами куда интереснее и для тела, и для глаз, чем кормить комаров в лесу, еще и тусить в хижине, и убираться три дня и три ночи. Любят же американские пацаны возить девчонок в какие-то мухосранские грязноблевотные лесные ебанья. 30-летняя молодежь расселяется по комнатам, и Холланду достается прям люкс-номер, с секретным беспалевным окном, и только Дана решила подраздеться, как слишком честный только в кино бывает Холланд, сразу ее останавливает. Хотя вроде как Дану под него подготовили, и заценить, так сказать, товар лицом лишним бы не было. Чтобы, если что, быть готовым ко всем сюрпризам. Там строжишь? Зачем? С кустом ходишь? С естественным. Но пацан решил себя прорекламировать, предлагает Дане махнуться комнатами, и сразу давай переодеваться в костюм, в котором его родила мама, ведь не зря же он сушился и кубики качал. Но Дана тоже слишком киношная, даже не стала оценивать того, кого уже, возможно, к вечеру нужно будет пускать в свой мохнатый сейф. И когда первый лед растоплен, Холланд, считая, что Дана уже как жена, с которой прожил 20 лет, просит посмотреть, что у него за сыпь высыпала в паху. Джулс учится на медицинском, ты поговори лучше с ней. Обломайте. Ну а бункеровцы, увидев проблему в Джулс, которая учится на медиа, а значит умная, и мало ли что придумает, заранее подмешали ей в краску для волос химию, на которой сидят все сценаристы Нетфликса и Диснея. Угадай, как мы затормаживаем мышление, поступает в кровь через кожу головы. И пока молодежи дали время покупаться в последний раз в жизни, бункеровцы делают ставки за чудовище, которое будет убивать студентов. Людям надо как-то разрядиться. И руководству пофигу, что у них сотрудники черт знает чем занимаются, когда осталось меньше суток до конца человечества. Еще и дают время молодежи побухать и поиграть в игру, где блонди для прикола должна соблазнить чучела волка. И когда Джулс полезла лобызаться к волку, которого хрен знает сколько лет не протирали, Курт на секунду напрягся, стоит ли после такого еще мутить с Джулс. Еще как. Баба, говорят, чума. Не ты ее... Лобызаешь. А она тебя. Ну и только после того, как Джулс развлекла всех обитателей бункера своим кукурузоподъемным танцем, операторы начинают основную часть операции, открывают погреб, и молодежь, которая только что бухала и веселилась, а двум пацанам уже давно пора начинать окучивать огороды под рук, всем вдруг становится не пофигу на погреб и на тот хлам, что там валяется. Даже на кур просит продолжить вечеринку. Призываю вас всех подняться наверх. Но пьяной молодежи, конечно, только дай повод позалипать на пыльный антиквар. И Дана первая выбирает предмет, к которому привязана семья неубиваемых зомбаков, которые будут их убивать. Есть победитель! Это Бахнер и леди и джентльмены! И так как первой по инструкции богов должна умереть дама, слабая напередок, Курт, как ярый фанат сектора газа и песни комары, повел Дану не в уютную комнату, а подальше в лес. Отведи меня в дом. Перестань. Ведь насекомые, как никто лучше, помогают настроиться на правильный темп, когда грызут твою жопу. В хижине своя атмосфера. Накур решил попарить ноги в тазике и ушел к себе. Чайник пойду поставлю. А Ботан начал соблазнять Дану, как умеет. Кто это? Латынь, которую ты прочла в подвале. Ты читаешь на латыни? На латыни? Кто говорит на латыни? Никто не говорит. Это мертвый язык. С 10 класса. Но это работает, и вот уже Дана дает понять, что если Холден и дальше будет умничать, то его язык не только ее зубы проверит, а в лесу намечается облом. Джулс все никак не решится, дать богу грома. И тогда помогают бункеровцы. Пошел феромоновый туман. И честно сказать, у правительственных козлов ни стыда, ни совести. Да ладно. Знают, что у парочки это последняя ночь в их жизни, и не могли притормозить зомбаков, пока ребята не закончат. Блин, вечно он весь кайф ломает. Согласен? Кайф лом! Курт, конечно, честь мундира не посрамил, но так как он футболист, то смог придумать только игровой блок. И тут же ловит в лопатку 15 сантиметров холодной стали, отчего становится только сильнее. И пока пересчитывал зомбаку зубы, Джулс уже поймали на медвежьи капкан, и пилой дружбой 2 располовинили. После чего зомбаки отпускают Курта, когда можно было уже его валить, и браться за тех, кто ничего не подозревает. И только девочка зомби собралась помочь на Куру испачкать штаны, как ей все портит отпущенный Курт. Курт сообщает присутствующим, что Джулс уже никого и никогда не порадует своими танцами. А Дана, видя, что пацан ранен и в крови, толком не узнав, что случилось, пошла искать подругу. Но папа зомби облегчил Курту задачу объяснять, что именно случилось с Джулс. Пацаны кое-как заставляют бугая пойти нахуй, рыбарикадируют дверь, после чего Курт предлагает не быть тупым мясом подросткового ужастика. Будем действовать осторожно, чтобы не случилось держаться вместе. Но бункеровцев такой расклад не устраивает. И подпустив спецгазку, который по сценарному велению подается именно в то место, где первым идет Курт, и вдыхает его исключительно он, и газ в секунду меняет его решение. И вот только все разошлись по комнатам, как на Кур находит скрытую камеру, и встает все обмозговать именно у окна. Ты делаешь большую ошибку. Травка в крови делает на Кура смелым. И он, когда видел, что зомбарь дверь с петель срывает своей мощью, решил, что сумеет его завалить одним ударом своего алюминиевого бульбулятора, за что тут же и получает ножевое ранение в позвоночник, и утаскивается для дальнейшего свежевания. И если до этого момента все было более-менее логично и допустимо, то теперь полный сценарный звездец. После каждого убийства, бункеровцы спецрычагом орошают кровью убитых в соответствующий алтарь, что и делают, когда зомбарь утащил на Кура, посчитав, что он убит. Но он еще жив. У них даже есть монитор жизнедеятельности каждого студента. И как можно было не заметить, что у Накура все еще бьется сердце, и раньше времени оросили его кровью алтарь. Еще и зомбаки по воле сценариста с лязгающими цепями капканов и по старому деревянному скрипучему полу передвигаются бесшумно, и Дана с Холденом не услышали, как к ним подкрался бугай, который медвежьим капканом так прихватил Холдена, что сумел даже оторвать его от пола, после чего пацан уже точно бы не смог ходить, но как только Дана отбивает его от зомбаря, пацан вообще не ощущает дискомфорта, что его спина полностью разодрана капканом. Черт, да ты титан. С 10 класса. И только троечок погрузился в газель и рванул к туннелю на выход, как становится понятно, что в бункере работают одни расходяи, и никто ни за что не отвечает и не следит. Из-за чего оператору самому приходится лететь в техотдел и коротить нужную проводку, чтобы подорвать туннель. Благо он в курсе, где что замыкать, да и замыкание всегда помогает. И успевает за секунду, как молодежь свалила бы из зоны жертвоприношения, и человечество погибло бы. Когда единственный проход завален, и до дороги через обрыв метров 30, Холден подает отличную идею. И тут двойная удача. Мало того, что на лесной пикник Курт взял с собой моцик, так он еще и мото-профи уровня призрачного гонщика. И Курт дает разгон со словами Да уж, ведь когда кто-то перед твоим носом взорвал туннель, было бы не лишним для начала проверить место прыжка и бросить хотя бы камень. Ей богу, будто хижину в лесу не смотрели. Холден и Дана прыгают в газель и пробуют найти другую дорогу, даже не проверив салон, будто не в курсе, что твари всегда устраивают западло. Ботан напоследок решает поднасрать подруги и сбрасывает фургон в воду. Блин, ну что за человек? Неужели так сложно было мертвым нажать на тормоз? С 10 класса. Ну и пока зомбарь по полной абьюзит Дану на причале, в бункере уже полным ходом пошла гулянка. Ведь по их мнению, 4 жертвы есть, а значит человечество еще год может спать спокойно. И при этом так никто и не посмотрел на показатели здоровья Накура, что он жив и здоров. И тот, не попав ни на одну камеру, с ранением в позвоночник, мало того, что спасает Дану, так еще и нашел в лесу вход в бункер и разобрался, где какая проводка. Ведь камер наблюдения тут нет, электрощиток со свободным доступом, и Накур, подергав провода, активирует лифт. Кажется, я смогу направить его вниз. Проще простого. И лифт после замыкания, нет бы мчать до конечной. По сюжетному, притормаживает у каждой клетки, чтобы Дана и Накур могли заценить весь перечень адской живности, который здесь очень богатый. Даже свой адский доминик имеется. Но самое важное, это семья, это семья. Семья, 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 семья. И вот только сейчас до раздолбоев дошло, что у них случилось. В библии такое зовется, *** эпических масштабов. И зная, что нарушители в лифте, посылают всего одного охранника истеричку, который у них тут работает по блату, и относится к работе на полный мужской орган. *** Дистанцию не соблюдает, еще не может сделать один выстрел в башку на Кура, Когда нужно, чтобы только он умер Нам нужен шут, девчонку не трогать А когда отвлекается на руку зомбака Накур проламывает ему башку обычным толчком Еще и данный охранник был единственный на целый этаж Где были не только заперты твари Но он еще и был по совместительству оператором клеток А на пульте управления даже нет защиты от дураков на главной кнопке И как только парочку зажимает спецназ Дана одним нажатием амнистирует всех монстров Интересно, какой гений додумался на одну кнопку сделать открывание всех клеток И на такую нештатную, но легко прогнозируемую ситуацию Конечно же нет никакого плана действий Только бесполезный спецназ с мелкокалиберными пульками Ведь весь бюджет ушел на энергобарьер и приблуды в хижине А вот поставить в тюремном комплексе автоматические огнеметы Чтобы в случае такого сразу всех здесь жечь денег уже не хватило Даже нет автоматической системы изоляции и блокировки тюремного блока И злобное говно уже разбрелось по всему бункеру И вырезает персонал на всех этажах Даже охраннику, который весь фильм сочувствовал студентам не повезло Для которого это еще и первый рабочий день И он предпочитает малость подразорваться, чем стать ужином Главных операторов тоже карма настигла Один, что мечтал увидеть в действии водяного, все-таки его увидел А последний так лихо летел по коридору, словно на раздачу бесплатного пива Что натыкается на нож от Даны Ну а Накур и Дана, не встретив ни одного монстра Находят главный зал, куда приходит директор данной конторы Но не для того, чтобы застрелить Накура и отменить апокалипсис А чтобы все им разжевать Солнце взойдет через 8 минут Если ты до этого доживешь, мир умрет Данная хрень, конечно же, убеждает Дану И только она собралась дать человечеству еще год жизни И замочить Накура Как все портит бесшумный волчок А у директрисы, конечно же, нет ни оружия при себе Ни пару верных вооруженных телохранителей Когда в комплексе уже несколько минут творится полный ад И она в честной рукопашке проигрывает Накуру ствол Которому он отгоняет волчка от Даны Чем тут же пользуется директор И реквизирует волыну Но сценарист снова помогает Накуру И присылает девочку с топориком И директор с пробитой башкой Летит лично знакомиться с древними богами А Дана с Накуром Раскуривают последний косяк И встречают бога апокалипсиса уже на расслабоне А Накур, пользуясь моментом Успевает сообщить Дане, что он мутант И у него две головки Жаль, я их не увидела Конечно Веселый бы вышел в уикенд Субтитры создавал DimaTorzok